Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. Вот в день обрезания Господня, это, конечно, великий господский праздник, но Церковь еще отмечает память удивительного святого, святой Василий Великий, а уж великих святых мы особенно должны вспоминать, чтить, и иногда получается так, что вот память о господском празднике, она вот несколько в тень помещает память об этом удивительном святом, но Василий Великий — это вот такой столб церкви, без которого нам никуда. И на самом деле, когда вот уже, мы видим, прошло столько столетий, да, это четвертый век, когда он жил, уже столько веков, и идут тысячелетия фактически вперед, и вот когда погружаешься в сочинение таких отцов церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, и ты видишь, что насколько вот мы уступаем им по учености, по даже вот внешнему кругозору, а уж тем более по знанию священного писания, и поразительно, что получается так, что древнее время, оно не только вот не уступает нашему времени в глубине познания, но в лице вот этих великих удивительных отцов церкви этот век, он даже превосходит век наш. Вот не зря четвертый век в истории церкви называется золотым веком святоотеческой письменности, золотым веком отцов церкви, и среди вот этих отцов Василий Великий, он впереди, в авангарде, наряду с упомянутыми нами Григорием Богословым, Иоанном Златоустом, там было много еще других, и Макарий Великий, Антоний Великий, Кирилл Иерусалимский, потом Кирилл Александрийский, Блаженный Феодорит Кирский, Блаженный Августин, множество других, но вот мы вспоминаем именно святого Василия Великого, причем величие его начинается даже вот не с него самого, а с его родителей и с его собственной семьи. Он родился в 330 году в Малайзийской области Каппадокии, ныне это, конечно, одна из таких вот областей Турции, к великому сожалению, это места сейчас, так сказать, вот в руках мусульман, ну, таков промысл божий, видимо, за грехи наши, но вообще Каппадокия, и, кстати, даже зачастую сами мусульмане тоже организуют паломничество христиан в эти места, на эти территории, потому что Каппадокия – это вот промыслом божиим какое-то чудное место, которое дало очень много святых. Допустим, великомученик Георгий Победоносец, он там родился, святая Нина Равнопостольная, просветительница Грузии, она тоже оттуда родом, отцы каппадокийцы, вот упомянули Василия Великого, потом его брат Григорий Нинский, еще Григорий Богослов, еще Амфилохий и Канинский, они все оттуда. Кстати, преподобный Паисий Святогорец, он тоже родом из Каппадокии, и много еще, не всех мы сейчас вспоминаем, то есть какая-то вот особая такая местность, прославленная святыми людьми, и там было множество монастырей, храмов, и сейчас показываются эти места, и такие удивительные вот горы, немножко отличающиеся своим внешним видом от других горы, вот там кельи, этих древних подвижников. Так вот, святость Василия Великого, она начинается со святости вообще его родителей, его семьи, но это просто какое-то удивительное дело, на самом деле, правда, это была вся семья святая, вот, во-первых, бабушка, святая Макрина Старшая, она святая, и она, ну, считается так, что она вот приемница учения святителя Григория Чудотворца, неукисарийского, который тоже именно в Каппадокии прославился как святитель и чудотворец, вот бабушка у Василия святая, святы оба родителя, Василий Старший и Эмилия, мама его, представляете, да, потом у них семья тоже там вовсе не один и не два ребенка, и старшая была, старшая сестра, ее звали как и бабушку Макрина, но если бабушку называли так Макрина Старшая, то эту сестру Василия называли Макрина Младшая, и вот она тоже прославлена в лике святых, причем, как вспоминает Василий, она именно оказала тоже, сначала бабушка, а потом старшая сестра его, Макрина, оказала на него огромное такое духовное воздействие, она вела очень такую чистую жизнь, да, пример христианства, и, в общем-то, наверное, можно считать, что вот эта семья, это такой вот образец христианской семьи, и они все покровители подлинного семейного счастья, вот, кстати, у него тоже брат Григорий Нисский, Нисский с двумя «с» от города Ниссы, где он был епископом, он тоже прославлен в лике святых, и там еще тоже, это не, еще были святые у них среди родственников, но мы говорим о том, что Василий Великий возрастал в окружении святых людей, и получается так, что святость, она была как бы такой естественной средой обитания, понимаете, да, ну, одно дело, когда человек, допустим, растет среди людей диких, вот, нравом, которые привыкли там жить каким-нибудь грабежом там и так далее, убийствами, обманом, ему тяжело, тяжело, он, может быть, даже сам не виноват, и Господь с него, может быть, не выщет его так строго, но все равно душа этого человека, она вот в крайне тяжких условиях находится, и другое дело, когда промыслом Божиим, ну, и понятно, что промысл Божий, он же не действует на нас, так сказать, как некая такая вот сила при нашей пассивности человеческой, всегда есть добровольный отклик, то есть так получилось, что вот эти люди и родители Василия, и его бабушка, его сестра, и сам он, и другие братья и сестры, они все откликались на Божий призыв, их совесть была чиста, точнее, они хранили свою совесть и старались хранить ее чистой, и вот Василий, он с детства, во-первых, получает удивительное образование, и во-вторых, он всецело стремится к Богу, в общем-то, мысли о браке у него не было, хотя он брак не осуждает, он же сам родился именно посредством брачного союза своих святых родителей, и вот, тем не менее, сам он думал стать монахом, но такая была особенность, что в то время, в середине IV века, еще образование получали во многом высшее образование в языческих училищах, и поэтому, и поскольку там были язычники-учителя, то детей в христианских семьях не спешили крестить, и они находились в состоянии оглашения до зрелого возраста, пока вот получали образование в этих языческих школах, и Василий Великий, он получил самое высшее образование в Афинской, в Афинской академии наук, это академия, основанная еще знаменитым философом Платоном, и там он учился вместе со своим таким ближайшим другом Григорием Богословом, вот два просто вот удивительных человека, очень любимых нами, Григорий Богослов, Василий Великий, а по характеру они, кстати, очень отличались, почему? Потому что Григорий Богослов, он был такой вот созерцатель, такого поэтически возвышенного настроения, всегда сторонился Григорий Богослов какой-то публичной, общественной деятельности, ну как, когда его Господь призвал, он проповедовал, и он становился тоже лидером, но в целом быть администратором он никогда не хотел и не собирался, и при первой возможности избегал административных каких-то должностей, а вот Василий Великий, тот был такой в каком-то смысле жесткий администратор, но не в смысле жестокости, а в смысле знания четкой жесткой дисциплины, умения правильно выстроить отношения между людьми, и ставить на нужные места своих вот людей для того, чтобы именно православие торжествовало в этих местах. И вот два таких человека с разными характерами, но с единым стремлением к Господу, нашли друг друга и жили вместе, вместе учились, и, как говорил Григорий Богослов, они знали только две дороги. Одна дорога — это в храмы христианские, и к тамошним учителям были и в Афинах христианские храмы, и проповедники, а вторая дорога — это в школу, так сказать, мирскую, светскую изучение наук того времени. И таланты их были таковы, что они стали сами выдающимися ученые. Вот это по праву можно сказать, что, ну, если вот наши мерки какие-то на то время накладывать, то фактически вот Василий Великий — это своего рода такой вот академик, не просто вот доктор наук, а именно академик, который обладал самым высоким кругозором, каким только мог обладать ученый человек того времени. Конечно, в целом наука тогда была не настолько вот развита, она не так вот не дробилась на множество под наук, да, так что сейчас нет просто вот математики, а там очень много разных делений, направлений, так же, как в физике, в биологии, вот, и уже нет такого специалиста, который обладал бы всей совокупностью наук. Тогда это еще было возможно, и Василий Великий, он как раз владел таким вот цельным, объемным мировидением, будучи одним из первых ученых того времени, и всю свою силу научного знания он обращает на исповедание христианской веры. Вот когда он пишет беседы на шестоднев, когда он истолковывает священное писание о творении мира, он там тоже излагает вот свои научные, в том числе, взгляды, но прежде всего для того, чтобы прославить премудрость Божию. Вот посмотри, с какой мудростью Господь там малейшую травинку сотворил, да, или малейшего муравья, сколько у него вложено мудрости, то есть он не сам по себе там возник, да, что вначале там ножка появилась, потом туловище. Нет, Господь творит сразу такое мудрое, пусть и очень маленькое существо, которое действует весьма организованно, в муравейнике каждый знает свое дело, и, в общем-то, исследование каждой самой мельчайшей части мира, оно приводит к познанию премудрого всемогущего Творца. И Василий Великий, получив вот это вот образование, возвращается домой, и потом он предпринял такое обширное паломничество по монастырям всего Востока, вокруг Средиземного моря, ну, точнее, с восточной части, восточной половине Средиземного моря, и там он наблюдал различные монашеские устроения, встречался с подвижниками, и он пришел к такому важному наблюдению, что все-таки, если мы устраиваем монашество, пытаемся его обустроить, то нужен нам именно общежительный устав, а не устав особножительный. То есть, когда монахи живут просто вот по принципу, так сказать, особножительства, то каждый монах выбирает себе свое правило, какое хочет, да, как хочет он питается, у каждого свои какие-то воззрения, и это создает лишние искушения. А вот для монашества идеальным является общежительный устав, где общие правила для всех, где у монаха нет лично своих вещей, своего имущества, своего питания. Есть у него лишь послушания, которые тоже дают ему духовные отцы, духовные руководители, а он включен в общий ритм жизни монастыря, и Василий Великий, когда вот он посетил вот эти места, он в Понтийской области организует свой монастырь, и там вводит общежительный устав. И затем вот этот устав общежительный распространяется по различным восточным монастырям, так что зачастую, в общем-то, вот наше православное монашество, оно во многом основывается на заветах именно святого Василия Великого. Но когда он посещал еще вот эти восточные территории, он увидел страшные просто споры, разногласия, потому что это была эпоха арианских соблазнов. А арианство в IV веке – это самая страшная ересь, которая угрожала существованию самого христианства. Ведь мы что исповедуем? Что Христос есть воплотившийся Бог, который спасает нас от нашей грешной жизни, и не просто возводит, ну, каким-то, ну, тем райским благом, которые даны были Адаму и Еве, а нам дается перспектива вечной божественной жизни, то есть призывает нас Господь к обожению. И это обожение явлено прежде всего во Христе. А если Христос не Бог, то как тогда, не воплотившийся Бог, то как тогда людям будет даровано обожение? Никак. Поэтому арианство, ведь ариане говорили, что нет троицы, что есть только вот Бог-Отец, предвечный Бог, а Сын Божий, он появляется только в какой-то момент, он не предвечен, он не равночестен, не единосущен Богу-Отцу, и таким образом упраздняется божество Сына Божия, а через это и рушится фактически все христианство. Если упразднить божество Христа, то обрушится сокровенная суть христианской веры. И вот Василий Великий наблюдал эти разногласия, и вернувшись, он тоже пишет много таких вот богословских трактатов, он вступает в эту полемику. А ведь время было настолько сложное, что во второй половине IV века в основном императоры были ариане. И там даже получилось так, что вот императором стал Валент, при котором практически все епископы на востоке, православные епископы были изгнаны, и все кафедры замещались епископами-арианами, вы представляете. А в это время как раз Василий Великий был избран епископом на кафедру Кесарея Каппадокийский, и вот он оказался единственным епископом, которого не удалось сослать. Настолько он вел мудрую политику, ну у него даже не просто он один епископ, он такая метрополия у него была, и он как метрополит, ну мы говорим архиепископ, и в его подчинении находилось около 50 еще православных епископов, и он Григория Богослова рукоположил, и своего брата Григория Низского, и многих других, и хотел преподобного Ефрема Сирина возвести во епископа, но тот уклонился, только согласился стать дьяконом. То есть он продвигал вперед именно святых людей, и Василий Великий как епископ стал удивительным организатором церковной жизни, что было нужно, когда вот ариане били по церкви, понимаете, когда они изгоняли православных епископов. А Василий Великий в это время, когда других устраняли, он смог именно укрепить свою метрополию. Он вел борьбу с орианством, и кроме того, он не забывал и про насущные, так сказать, нужды церкви, он построил страноприимный дом. Когда происходили какие-то социальные такие потрясения, то он призывал всех участвовать в помощи нуждающимся. Вот однажды произошел голод, ну, конечно, не однажды, это всегда накапливается, но так или иначе был голод в каппадокийских местах, и Василий Великий произнес настолько пламенную и воодушевленную проповедь, что, по словам Григория Богослова, эта проповедь произвела настоящее чудо. Богатые стали делиться с бедными своими богатствами. Это на самом деле чудо, потому что очень тяжело человеку, привязанному к своим средствам, который ведет четкий такой контроль средств, вдруг открыть свои кошельки, банковские счета, и начать делиться с неимущими. Это просто какое-то чудо. И в то время, ну, понятно, банков не было, а может быть и были своего рода тоже такие организации, которые занимались хранением и приумножением средств. Но в любом случае богатые начали делиться с неимущими благодаря проповеди святого Василия Великого. Вот он пытался организовать и объединить православных епископов. Он был впереди как именно такой вот церковный, общественный деятель. Он пытался объединить Восток и Запад, но Рим его подвел. Зато восточных ему удавалось объединить. Он смог сформулировать точные богословские формулировки. И вот когда кто-то берет в руки догматический учебник, изучает, допустим, учение, наше вот самое такое сокровенное учение о Святой Троице, то во многом оно было изложено доступным, таким понятным и вразумительным языком благодаря учению святого Василия Великого. Именно он один из исповедников Святой Единосущной Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. И он защищал Божество Святого Духа, он защищал Единосущие Сына с Отцом. Поэтому, конечно же, Василий Великий, он несомненно и как богослов, как догматист впереди. И еще он учитель духовной жизни. Он излагал правила благочестия не только для монахов, но и для мирян. Он говорил о том, что наша земная жизнь есть, так сказать, ожидание вечной жизни в небесном Божьем Царстве. И, собственно говоря, суть духовной жизни в том, что уже здесь, на земле, мы становимся причастниками неба. Мы живем вроде бы тут, среди материальных, так сказать, объектов, среди каких-то вполне таких вот земных проблем. Но именно здесь и христианин, благодаря духовной жизни, становится уже причастником небесного райского царства. Если он и посвящает себя именно небу, а не земле. И поэтому Василий Великий вспоминал слова Священного Писания «внимли себе», то есть «внимли тому, что происходит в глубинах твоего сердца, в твоем помысли, в твоих чувствах». Вот жизнь духовная, ее невозможно организовать, если ты невнимателен к происходящему внутри. Если мысли у тебя скачут, как какие-то вот шарики в разные стороны, которые вот рассыплут, и они поскакали, да, кто куда там эти мысли, то обиды, то разочарования, то какие-то, то отчаяния, то глупые какие-то надежды. Вот. Нужна некая внутренняя такая организация своей души, и это происходит благодаря молитве, внимательной молитве, которая возводит душу от земли к небу. И все это можно почерпнуть именно у святого Василия Великого. Он, кстати, упорядочил, тоже один из редакторов он является, литургии, поэтому наше богослужение знает литургии святого Василия Великого, которая совершается, если не ошибаюсь, 10 раз в году, соответственно, на память самого Василия Великого, в навечере Рождества, крещение Господня и воскресные дни Великого Поста, то есть в те дни, когда требуются особо усиленные моления, потому что Василий Великий, он был, конечно, очень такой строгий подвижник, он пребывал в усиленных молениях, он очень мало спал, надо сказать, он скудно питался. И вот эта вот его, конечно, строгость образа жизни, она выражается в том, что и молитвы его, они более продолжительны, а вот Иоанн Златоуст, он несколько подсократил ради немощи людской эти моления, да, поэтому обычно в году у нас совершается литургия святого Иоанна Златоуста, но когда требуется такое вот особенно великопостное воскресные дни служения литургии, то тогда мы опять вспоминаем Василия Великого. Но в то же время его строгость, она не такова, чтобы это был какой-то такой бездумный ригоризм. Вот, кстати, когда он обращается к юношеству, он говорит, что не надо чуждаться ученых книг, которые написаны не христианами. То есть христианин должен уподобиться мудрой пчеле, которая собирает с разных цветков только полезные, а не нужные оставляет. Ну, действительно, пчела, когда пролетает вот где-то, она пролетает мимо всякого мусора и обязательно найдет какой-нибудь прекрасный цветок, где соберет нужный нектар, и все это будет обращено в полезный мед. Вот так и христианин должен избирать что-то полезное из разных книг, ну, допустим, даже вот, может быть, эта литература хорошая, конечно, заслуживающая внимания, художественная литература, или ученые труды, которые написаны историками, может быть, не проводившими очень высокий благочестивый образ жизни, но их наработки мы тоже можем использовать и принести на благо церкви, на благо служения людям. Поэтому в лице святого Василия Великого мы видим пример такого искреннего благочестия, искренней святости и разумного отношения к человеческой учености. Ну, мы, конечно, сегодня не сможем вот так вот более подробно, пространно поговорить о нем. Во всяком случае, мы вспомнили, что вот этот Великий Отец Церкви, он вместе с нами, он не только вместе с нами, когда мы посещаем Божественную Литургию, носящую его имя, а он и сейчас на небесах предстоит пред Богом вместе с другими Великими Отцами Церкви, молится о нас. Поэтому постараемся и мы к нему обращаться молитвенно и читать его произведения, вот брать именно в руки его беседы на шестоднив, его труды, посвященные молитве, добродетелям различным, духовной жизни, толкование, кстати, на священное писание. Вот у нас же библейский портал «Экзегет», именно Василий Великий писал и толкование на различные псалмы, и на пророка Исаию есть у него, о творении мира на книгу бытия. У него также о творении человека, о рая первозданном. Все это мы можем у него почерпнуть, так что огромное за это благодарность святому Василию Великому, и завершая нашу небольшую такую вот передачу, посвященную ему, мы обратимся к нему самому с такими словами «Святителю Отче Василия Великий, моли Бога о нас, не забудь о нас грешных. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok